Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Семья». Вопрос 2283. Скажите, можно ли смотреть телевизор, в особенности военные фильмы, в то время как Библия запрещает всякого рода насилие? Известно, что фильмы о войне наполнены ложью. Так стоит ли воспринимать их с точки зрения истории? Также Библия запрещает лицедейство, как грех против первой заповеди, порочить образ Божий. А в фильмах на военную тематику, да и вообще во всех фильмах, это сплошь и рядом. Ответ Игнатия Лапкина. Когда говорят о лицедействии, то не смотрят, когда и кому было это сказано, и что там показано. Если ложь, то не нужно смотреть. Но фильмы про природу, исторические, религиозные тематики, как они могут отрицательно повлиять на душу? Самое большое лицедейство делают священники, монахи. Когда ведут богослужения, то за кого они выдают себя? И кто такие архиереи по книге Симеона Солунского? И когда мы поем «Ижи херувимы», мы изображаем из себя херувимов. Не слишком ли далеко зашли? Фильмы про пророков, про Иосифа, Иуда Бенгур, Камагридеши. Это расширяет наши знания и оживляет читанное. Лично я начал искать большего для души, когда посмотрел в старой постановке Германии и Франции «Отверженные» с Жаном Габеном в роли Жана Вальжана. Фильмы о войне не все наполнены ложью. Ложью наполнены призывы православных убивать врагов на поле брани. Грех против первой заповеди артистами — это надумано и натянуто. Стихотворение Начало мудрости Писание гласит Не соскребли страниц стиху священной книги Страх Божий обрести И спросить И в этом исходить В истошном крике О, только бы Творца не огорчить Не оттолкнуть трехмерными делами При свете дня Под пыткою в ночи Неговорим, быть может, только лаем. Всевидящий, всезнающий Создатель Потребует свое И с нас сполна. Он смотрит на сердца, А не на платье. Когда мы на земле плывем в волнах За все За все придется дать отчет По завершении поприща земного, Как допущал на худшее Исподний черт. И случаи не один такой, а много. И всюду стражем совесть голосила, Удерживала, как только могла. Лицо закрывши, Плакала в бессильи, Окутывала ночи дымной и мгла. Что скажут люди? Походя осудят Или дотошно вникнут в дело суть? Наш двор в осколках кухонной посуды. Живем же не в пустыне, Не в лесу. Боялись слухов И молвы облыжной, О Бога. И не думали таиться. Он как бы есть, Но как бы вовсе лишний. Смоковные на чресло Ищем листья. И сколько оговорок и поправок, Бесстыдной глупости От мудрости далекой. Как будто Бога нет И нет на нас управы. Пред Богом пишется На память наша пленка. Страх Божий На грехи его узда, Заправленная в рот И вправо рвет. Так Библия гласит И неспроста. Господний страх К спасенью приведет. 6 июля 2004 года Игла Игнатий Лапкин Богу нашему слава Во веки веков. Аминь. То есть это Оживление Этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok